дорогие друзья сегодня я предлагаю вам совершить такую ознакомительную поездку в паратунку наконец-то я добрался до этой темы и начинаем мы свое путешествие с 14 километра старой ельзовской трассе трассы ну подробно о поселке пионерском мы сейчас сейчас и рассказывать не буду поскольку это будет в отдельном ролике а мы же пока поговорим о самом поселении паратунка ну и краткая история первое упоминание о паратунке появилась в книге крошенинникова описание земли камчатки от 1737 года крошенинников являлся участником 2 камчатской экспедиции а первые сведения о самих источниках сообщил врач натуралист ландсдорф посетивший камчатку в составе экспедиции крузинштерна в 1805 году сейчас мы проезжаем поселок новый это 16 километр но о нем мы тоже рассказывать сейчас не будем он также будет в отдельном ролике но продолжим про паратунку в 1851 54 годах губернатора камчатки был такой советник по горным делам дитмар он описал увиденные источники дал географическую привязку на местности и довелся эти сведения до губернатора камчатки которая не только в общем-то с вниманием отнесся к этим сообщениям но и стал заботиться по практическом использовании термальных вод в это и в это же время на паратунских ключах выстроили купальни бассейны с раздевалками для солдат и матросов была открытая лечебница можно сказать что с этого момента и началась история современного военного санатория который если мне не изменяет память так и называется паратунка сейчас мы с вами проезжаем поселок нагорный который находится на двадцатом километре и о нем также будет отдельный ролик забыл сказать сразу сегодня 2 апреля две тысячи восемнадцатого года и композиция которая сейчас звучит сергея чекалина называется 2 апреля вот такое вот совпадение сейчас мы приближаемся к перекрестку направо дорога уходит на обездную прямо в елизово а налево паратунка и николаевка мы все там этот перекресток стал регулируемой поставили светофор что в общем-то снизила конкретно снизила аварийность на этом перекрестке вот впереди мы видим ресторан который называется gold house золотой дом вполне приличный при ресторан там несколько залов с различными кухнями так что очень советую вот сейчас мы проехали речку красная мы по имени этой речке назван поселок красный который находится на двадцать четвертом километр и вот слева мы у нас сейчас мы видим фермерское хозяйство не знаю уж как она там у него развивается как у него дела но тем не менее он существует приближаемся к реке овачи здесь как всегда полно рыбаков нам правда сейчас это не видно вот справа здесь шашлычная которая называется 13 кордон очень интересное место там даже в загоне там даже есть страуса как они правда выживают эту зиму здесь нас достаточно холодно зимой между прочим вот мы из города выехали было минус 8 в этом месте минус 15 круговое движение перекресток круговой направо у нас в елизово а налево в сторону паратунки вот впереди нам открывается такой чудесный вид на горы очень красиво вот на этом перекрестке поворот направо это в сторону поселка Сосновка ну а мы проедем через поселок Николаевка мы его подробно конечно объезжать в этот раз не будем это также будет в будущем ролике я еще его не снимал этот поселок но он будет я обещаю пока просто проедемся через этот поселок и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Заскочим на несколько секунд на заправку Но не секунд По видео это будут секунды И продолжим движение дальше Заправившись Покидаем Николаевку И продолжаем движение в сторону Паратунки Субтитры подогнал «Симон» Вот направо Каменно-щебеночный Николаевский каменно-щебеночный карьер А по левой стороне Недалеко располагается река Тихая Рыбаки зимой активно ловят корюшку Приближаемся к речке Быстрая По выходным дням там собирается очень много народу Там очень уютно Так вот этих речек Две, одна Через полкилометра еще одна И дальше будет у нас еще Также две речки подряд Микижи Вот по дороге По трассе много Различных пунктов питания Шашлычки, кафе Вот речка Микижи Субтитры подогнал «Симон» Справа от нас находится площадка На которой летом собираются любители бардовской песни Вот проехали еще одну реку Микижи Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Приближаемся к перекрестку на Вилючинск И я предлагаю на несколько минут заскочить на базу отдыха «Кречет» Вот этот заезд Он, кстати, не единственный Там перед этим был еще один заезд с автостоянкой Но мы заезжаем обычно через этот Как видим, снегу в Паратунке всегда достаточно Очень много снега Не знаю уж почему так тучи притягиваются к этому месту Наверное, из-за горячих источников Но так все красиво, уютно Здесь на этой автостоянке мы остановимся И пройдем по окрестностям Вот эта тропинка ведет К той автостоянке, о которой я говорил ранее Там вторая автомобильная стояночка И гостиничный комплекс Вот видите, снега Домик занесло вместе с крышей Вот тут такой мост через сухой лог А теперь заглянем в бассейн Еще раз пройдемся вокруг бассейна Вокруг территории бассейна Вот тут какая-то реклама Можете почитать Вот наша машинка нас ждет И мы отправимся дальше В сторону воротунки Налево поворот на город Велючинск Город закрытый Поэтому мы туда не поедем Хотя желание есть Туда прокатиться, снять Но достаточно проблематично Конечно, за такой Небольшой отрывок времени Я не мог рассказать всю историю Паратунки Но надеюсь, что когда буду снимать Ролик о термальном Ну и про паратунку поподробнее Я потом постараюсь дополнить Что это Еще какими-то новыми сведениями По левой стороне мы видим Множество съездов В различные базы отдыха Тут и рассвет И лесная И солнечная Не знаю Там я, наверное, что-то упустил Но тут достаточно много этих баз Еще немного по истории Села Паратунка Раньше здесь был Такой Тельменский острог Который назывался Паратуна И управлял им Тайон по имени Каринчи Тайон это Такой, ну, по-нашему сказать Такой удельный князь, что ли Вот А само название Паратунка Произошло От имени Ительменского шамана Паратун Который первый начал лечить своих Соплеменников Горячими источниками Итак, мы вот Въезжаем Заехали на территорию Села По левой стороне у нас Остается Военный санаторий О котором я вам рассказывал Ну, а сейчас мы проедем До конечной остановочки Развернемся там И Конец нашего путешествия У нас будет База Белкам Тур Ну, на этом я Своё повествование Заканчиваю И послушаем Хорошую песенку Про Камчатку Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Камчатка По одной простой причине На Камчатке нет меня По одной простой причине На Камчатке нет меня Без меня дымит овача И на нере спрет горбуша Даже пар из паратунки Делется в небо без меня И на другом конце планеты Где все чинно, где все скучно Вспоминаю, как ночами Сотрясается земля Я куплю бычков в томате И глаза на миг прикрою И представлю, будто это Да просто рыба, чавычай И будто водку заедаю И я зервистою икрой А назвали их бычками С дуру и горяча Я во сне бегу по кромке Халактырского привоя Кипячу в воде из молока Незабвенную кукси И спешу к шершавым братьям Что стоят у бухты троят Чтоб сказать хотя бы скалам Запоздалое прости Продолжение следует... На Камчатке без осадков Уверяет теледива На Камчатке все в порядке Брешут в факсах мне друзья Но только чудится порой Что не все там так красиво По одной простой причине На Камчатке нет меня По одной простой причине На Камчатке нет меня